Леотоксиль. Забавная Библия. Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй. Отче наш же, еси на небесе, гда святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. И хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и... Глава тридцать шестая. Наивысшее выражение библейской мудрости. Нельзя закрыть историю Соломона, не остановившись на четырех книгах, приписываемых ему и также входящих в состав Библии. Притчи Соломоновых, Экклезиаста, Песни-песни и Премудрости Соломона. Книга притчи Соломоновых – это собрание мыслей и изречений, которые нам представляются пошлыми, нелепыми, безвкусными и, строго говоря, ничего не стоящими. Трудно поверить, чтобы просвещенный царь мог составить сборник сентенций, среди которых нет ни одной, касающейся, скажем, приемов управления, политики, придворных нравов и обычаев. Мыслители нашего времени удивляются, что целые главы уделяются падшим женщинам, зазывающим к себе прохожих с улицы. Они не приходят в восторг от сентенций вроде следующих. Три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно, преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, и пути мужчины к девице. Стихи 18-19 Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Стихи 24-28 Можно ли, спрашивает Вольтер, приписать подобные благоглупости великому царю, мудрейшему из смертных? Книга «При мудрости» Соломона выдержана в более серьезном стиле. Критики находят, впрочем, что вся эта книга производит впечатление скучного и удручающего набора ничего не говорящих общих мест. Вольтер замечает, что подобного рода труды вовсе не пишутся согласно требованиям правил красноречия и не могут блистать хорошим содержанием. Они написаны для того, чтобы поучать, а не для того, чтобы нравиться. Приходится благочестиво бороться с естественным отвращением, которое вызывает их чтение. Книга «Экклезиаста» совершенно другого рода. Тот, от чего имени ведется рассказ в этом труде, представляется разочарованным соблазнами величия, усталым от наслаждений и присыщенным познанием. Его принимали за эпикурийца. На каждой странице он повторяет, что праведник и нечестивец подвержены одним и тем же случайностям, что человек ничем не отличается от животного, что лучше не родиться, нежели существовать, что совсем нет никакой другой жизни и что нет ничего лучше и благоразумнее, чем мирное наслаждение плодами своих трудов и любимой женой. Возможно, замечает Вольтер, что Соломон и держал подобные речи перед какой-либо из своих жен. Утверждают, что это горькие заметки, которые он якобы делал сам себе. Но эти изречения, от которых веет духом вольности, совсем не похожи на упреки самому себе, а стараться видеть в произведениях автора как раз противоположное тому, что он говорит, не значит ли это насмехаться над ним. Что касается «Песни песней», то из ее восьми глав кое-что надо привести целиком. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Кобылицы моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки нашей кипарисы». Песни песней, глава первая, стихи, первый, третий, восьмой, десятый, четырнадцатый, шестнадцатый. «Я нарцисс Саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее я люблю сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно. Песни песней, глава вторая, стихи первой, седьмой, десятый, четырнадцатый. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Не видали ли вы того, кого любит душа моя, но едва я отошла от них, как нашла я того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Песни песней, глава третья, стихи первой, пятый. Как лента алая, губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных, Два сосца твои, как двойни молодой серны, Пасущиеся между лилиями. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих, Лучше всех ароматов, сотовый мед каплет из уст твоих, Невеста, мед и молоко под языком твоим, И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Песни песней, глава четвертая, стихи первый, пятый, десятый, одиннадцатый. Я сплю, а сердце мое бодрствует, Вот голос моего возлюбленного, который стучится, Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, И внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, Из рук моих капала мира, Из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, А возлюбленный мой повернулся и ушел. Песни песней, глава пятая, стихи второй, четвертый, шестой. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, В цветники ароматные, Чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, А возлюбленный мой мне Он пасет между лилиями. Песни песней, глава шестая, стихи первый, третий. О, как прекрасны ноги твои, В сандалиях череменитая, Округление бедр твоих, как ожерелье, Дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, В которой не истощается ароматное вино. Черепо твое ворох пшеницы, Обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, Двой не серны, Шея твоя, как столб из слоновой кости. Этот стан твой похож на пальму, И груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, Ухватился бы за ветви ее, И груди твои были бы вместо кистей винограда, И запах от ноздрей твоих, Как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, Оно течет прямо к другу моему, Услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, И ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, Выйдем в поле, Побудем в селах, Поутру пойдем в виноградники, Посмотрим, Распустилась ли виноградная лоза, Раскрылись ли почки, Расцвелили гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Песни песней, Глава седьмая, стихи, Второй, пятый, восьмой, тринадцатый. О, если бы ты был мне брат, Сосавший груди матери моей, Тогда я, Встретив тебя на улице, Целовала бы тебя, И меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, Привела бы тебя в дом матери моей, Ты учил бы меня, А я поила бы тебя Ароматным вином, Стоком гранатовых яблоков моих. Левая рука его У меня под головою, А правая обнимает меня. Заклинаю вас, Дчери иерусалимские, Не будите и не тревожьте возлюбленной, Доколе ей угодно. Есть у нас сестра, Которая еще мала, И сосцов нет у нее, Что нам будет делать С сестрою нашою, Когда будут свататься за нее? Песни песней, Глава восьмая, Стихи, Первый, Четвертый, Восьмой. Такова знаменитая Своими красотами Песнь песней, Вызывавшая столько споров. Люди, Свободные от предрассудков И религиозных заблуждений, Видят в этом Эротическом произведении Ничто иное, Как обыкновенный романс Во вкусе той эпохи. Но богословы, Как еврейские, Так и христианские, Утверждают иное. Первые с пеной у рта Утверждают, Что возлюбленный, Выведенный поэтом, Есть ни больше, Ни меньше, Как Бог, А невеста, Возлюбленная, Лилия долин, Народ израилев. Песнь песней Толкуется, Как аллегорическая история Еврейского народа, Со времени исхода Из Египта, До момента Пришествия Мессии, Когда будет будто бы Воздвигнут Третий Иерусалимский храм. В оправдание этого толкования Были использованы Все сложности, Вся запутанность, Вся казуистика Талмуда, Сокращение И замена Одинаково звучащих слов. Что касается Христианских богословов, В частности католических, То они совершенно Перестраивают Все объяснения Еврейских ученых И утверждают Самым серьезным видом, Что это эротическая поэма, Есть плотный Святейшего вдохновения Пророческая книга, В которой Любовь Христа К церкви И церкви К ее божественному Основателю, Рассматриваемому Как ее супруг, Хотя и изображена В смелых формах, Но их рискованность Очищена Мистическим смыслом И может скандализировать Только нечестивые Умы вольнодумцев. Первое Мистическое Толкование В этом смысле Принадлежит Одному Из отцов Церкви Оригену, Который Написал По этому поводу Объемистый Комментарий. Достаточно Забавно Констатировать, Кстати, Что честь Этого Великолепного Открытия Принадлежит Тому Из отцов Церкви, Который Прославился В мире Не только Своим Глубоким Умом И преданностью Религии, Но также И произведенной Над собой Кастрацией. По стопам Оскопленного Оригена Хлынули Все Христианские Экзогеты Все Священство Счастливое Случаем Заставить Наивных Верующих Проглотить Одну Из самых Замечательных Библейских Пилюль. И вот Благодаря Этому Изобретательному Трюку Песнь Песней Преподносит В монастырях Одиноким Монахиням Как предмет Для раздумья И утоления Мятежной Крови. Нетрудно Понять, Каково Настоящее Действие Этой Поэмы На несчастных Заключенных Женщин, Более Или Менее Истерический Мистицизм Которых Подсказывает Им, Что Каждая Из них Невеста Иисуса. В Одиночестве Своих Тихих Келей Бедные Монахини Отождествляют Себя С Церковью Невестой Возлюбленного И Предаются Одиноким Мечтам Содержание Которых Нетрудно Угадать. Чтобы Лучше Утвердить В умах Верующих Это Абсурдное Толкование Церковники Дали Особые Названия Всем Восьми Главам Песни Песней От этих Заглавий Так и Отдает Богословской Хитростью И ханжеством Вот Они Глава Первая Супруга Изъявляет Свою Любовь К Супругу А Супруг Свою Любовь К Супруге Глава Вторая Речь Церкви Об Иисусе Христе Глава Третья Как Церковь Ищет Иисуса Христа И как Радуется Найдя Его Глава Четвертая Красота Супруги Мистически Описанная В Совершенно Образных Выражениях Глава Пятая Сожаление Супруги О том, что Она не ответила На поиски Супруга Как надлежало Она Описывает Красоту Супруга Глава Шестая Диалог Между Иисусом Христом И Церковью Глава Седьмая Еще Одно Мистическое Описание Красоты Супруги Верная Любовь Церкви К Иисусу Христу Глава Восьмая Взаимная Любовь Церкви И Иисуса Христа Закончим Эту часть Нашего Исследования Словами Вольтера Так как Песнь Песней Рассматривается Церковниками Как Аллегория Вечного Брачного Союза Между Христом И Его Церковью То В благочестивом Стремлении Все Изъяснить В этом Произведении Мы Очень Хотели Бы Знать Что Надо Подразумевать Под словами Есть У нас Сестра Которая Еще Мала И Сосцов Нет У Нее Песнь Песней Глава Восьмая Стих Восьмой Глава Тридцать Седьмая Священная История Царей Израильских И Иудейских Наследником Соломоновского Престола Был его Сын Ровоам Касалось бы, Что все Должно Ити Как По Маслу Ибо Священный Автор Только Что Сообщал Нам, Что Никогда Израильтяне Не Были Так Счастливы Как Во Время Царствования Соломона Когда Золото Было В Изобилии И Общественное Благосостояние Было Так Велико Что Серебро Как и Простые Камни Не Имело Существенного Значения Но У Божественного Голубя Как Мы Все Время Наблюдали Чересчур Короткая Память А Издевательство Над Доверчивостью Правоверных Христиан И Евреев Доставляет Ему Особенное Наслаждение Библия Теперь Уже Спокойно Повествует Что Еврейский Народ Собрался В Сихеме И Держит Следующую Речь К Сыну Соломона Отец Твой Наложил На Нас Тяжкая Ига Ты же Облегчи Нам Жестокую Работу Отца Твоего И Тяжкая Ига Которое Он Наложил На Нас И Тогда Мы Будем Служить Тебе Третья Книга Царств Глава Двенадцатая Стих Четвертый Роам Посоветовался Со Стариками Бывшими Советниками Его Отца Старики Признали Что Покойникам Были Установлены Действительно Непосильные Налоги И Высказали Мнение Что Хорошо Было Бо Налоги Уменьшить Дабы Народ Не Роптал Против Династии Но Царь Посоветовался Так же И с Молодыми Людьми С Я буду наказывать вас скорпионами. Стих четырнадцатый. Конечно, этой речью Рваам не завоевал себе любви народной. Библия, однако, торопится объяснить, что Бог позаботился, чтобы... Исполнилось слово его, которое изрек Господь Черезахию силамлянина и Рвааму, сыну Наватову. Стих пятнадцатый. Выходит таким образом, что не иначе, как сам Бог внушил молодым друзьям нового царя их дурные советы и ослепил Рваама до такой степени, что он позволил себе высказать народным представителям выше приведенные глупости. Народ, конечно, был очень недоволен и возвратился, ропща в шатры свои. А Рваам, послав главного сборщика подачи Адонирама за налогами, вскоре был огорчен известием, что в стране начались волнения и что его доверенность делался жертвой террористического акта. Это нагнало такого страху на его величество, что, по словам Библии, он «успешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим». Стих первый. Когда услышали все израильтяне, что Иераваам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовом не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова, Рваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Рвааму, сыну Соломонову. Третья книга царств, глава двенадцатая, стихи двадцатый-двадцать первый. Опять эти смешные преувеличения. Несчастный маленький царек одной половины маленького полудикого народа собрал армию в сто восемьдесят тысяч человек. Да кто же этому поверит? И было слово Божие к самею человеку Божию, и сказано «Скажи Рвааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, с сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было, и послушались они Слово Господня, и пошли назад по Слову Господню». Третья книга царств, глава двенадцатая, стихи двадцать второй-двадцать четвертый. И вот еврейское царство разделилось на два, которые с тех пор стали называться так – Израиль во главе с Иераваамом и Иуда, где царствовал Роваам. Надо думать, что Сихем, где народ собрался, чтобы высказать свои пожелания сыну Соломонову, не существовал как город, так как Библия далее говорит «Обстроил Иераваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуил». Стих двадцать пятый. Вы можете подумать, что Иераваам, бывший слуга, был благодарен Богу, наградившему его царством. Ничего подобного. Он поспешил заказать двух новых золотых тельцов и поместил одного из них в Вефиле, а другого в Дане и сказал Израилю «Вам было бы слишком трудно и далеко тащиться в Иерусалим для молитвы и жертвоприношения. Так вот, вы можете поклоняться этим золотым тельцам, ибо они вывели вас из Египта». Народ израильский оказался в высшей степени довольным, а Иераваам построил еще и другие капища для разных идолов. Он назначил новых жрецов, которые ничего общего не имели с коленом левия, и даже сам стал заниматься жреческим ремеслом. Стихи двадцать шестой тридцать третий. Если это сообщение верно, то оно является еще одним новым доказательством того, что в ту эпоху еврейская религия отнюдь не установилась. Этот крохотный народец, как мы видим, поминутно меняет свои верования и проделывает это несколько раз со времени своего легендарного исхода из Египта до эпохи Яздры. Обратите попутно внимание на его непостижимое влечение к телятам, как к воплощению богатства. Ведь вы не забыли о том, что Бог уничтожил двадцать три тысячи человек за золотого тельца Аарона. А в этом случае нам кажется, Бог должен был бы за двух тельцов Иераваама укокошить не менее сорока шести тысяч израильтян. Но на сей раз мы видим нечто совершенно иное. И вот человек Божий, Иосиф Флавий называет его пророком Аддой, примечание Леотоксиля. Пришел из Иудеи в Эфиль, в то время как Иераваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Эфиле, то простер Иераваам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иераваам, человеку Божию, умилостиви лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лице Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию, зайди со мною в дом, и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок. Третья книга царств, глава тринадцатая, стихи первой седьмой. Но пророк имел очень точные инструкции от Бога, который приказал ему «Не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». Стих девятый. Поэтому он отказался от обеда и подарков и возвратился в царство Иуды, причем «Пошел он другою дорогою, и не пошел обратно той дорогою, которую пришел Вифиль». Стих десятый. Чудо с парализованной рукой, конечно, пустяк рядом с чудесами, о которых так много рассказывалось до сих пор. К счастью, мы еще скоро встретимся с пророком Ильей, и тогда увидим чудеса почище. Что касается запрещения человеку Божию принимать пищу во владениях Иероваама, то оно только лишний раз напоминает, что владения этого царя не были особенно обширны. Пешеход легко мог бы, позавтраков в Самарии, поспеть к ужину в Иерусалим. Тем более пророк, привыкший, вероятно, к скромной жизни, мог легко обойтись без завтрака в Вифиле, который был еще ближе от Иерусалима, чем Самария. В Вифиле жил один пророк-старец, сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогу он пошел, и показали сыновья его, какую дорогою пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему, зайди ко мне в дом, и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба, и не буду пить у тебя воды всем месте, ибо словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И сказал он ему, и я, пророк, такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господнем, и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему, и тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Третья книга царств, глава тринадцатая, стихи одиннадцатый-девятнадцатый. Обращает на себя внимание то, что, как только человек называл сам себя пророком, ему охотно верили на слово. Мы помним, что во времена Саула пророки водились целыми стаями. Как только старик из Вифиля заявил страннику, что он его собрат по профессии, странник пошел к нему домой обедать. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот, и встретил его по дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подли него, и лев стоял подли тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва стоящего подли тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа, Господь предал его льву, и сказал сыновьям своим «Оседлайте мне осла», и отправился, и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же и лев стояли подли тела, лев не съел тела, и не изломал осла, и поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно, и пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем «Увы, брат мой, после погребения его он сказал сыновьям своим «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои». Третья книга царств, глава тринадцатая, стихи двадцатый тридцать первый. Такова печальная история несчастного странника, которому нельзя в конце концов поставить в серьезную вину то, что он, проголодавшись, так неудачно воспользовался лживым приглашением человека, назвавшего себя его собратом и нисколько не пострадавшего, хотя он и ел вместе с пророком. Этот бедный Божий человек, по-видимому, не играл особой роли в божественной истории. Если бы не приключения со львом и не этот замечательный осел, который так невозмутимо и самоотверженно стоял на часах у его трупа, потомство никогда ничего не узнало бы о нем. Ну, а Иераваам? Казалось бы, что инцидент с рукой внезапно парализованный и столь же внезапно восстановленный должен был бы излечить его от преступного благоговения перед золотыми телятами. Кроме того, что могло быть еще ужаснее смерти Божьего человека, о чем ему, конечно, донесли. И вот, как этому поверить, Иераваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Стих тридцать третий. Ясно, что такая закоренелая преступность не могла избегнуть примерного наказания. Кого же постигла Божья кара? Иераваама? Нет, она обрушилась на его молодого сына по имени Авиа. Ребенок внезапно заболел. Иераваама осенила мысль. Надо посоветоваться с пророком Ахией, с тем, который подарил ему десять кусков своего плаща в знак блестящего будущего. Здесь недостаток логики у царя Израильского принимает фантастические размеры. Он уже знает, что представляет собой Божье всемогущество и всевидение. Однако, обращаясь к Ахии, чтобы при его посредстве испросить у Бога извлечение малыша, он задумывает обмануть святого человека. Иераваам отправляет свою августейшую супругу в Силом, предварительно нарядив ее в платье, которое должно сделать ее неузнаваемой для Ахии. Он воображает, что она сможет ограничиться рассказом о больном ребенке, не открывая своего инкогнито. И вот ее величество прибыло в Силом. Библия попутно сообщает сверхпрограммы, что Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. Третья книга царств, глава четырнадцатая, стих четвертый. Значит, с какой стороны ни возьми, переодевание было совершенно излишне. И сказал господь Ахии, вот идет жена Иераваамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, войди, жена Иераваамова, для чего было тебе переодеваться, я грозный посланник к тебе. Стихи пятый-шестой. Далее следует длинная речь, исполненная горьких упреков по адресу Иераваама и обоих телят, предсказание ужасов и бедствий царствующему дому. Не забыт был и больной малыш, объект консультации. — Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. Стих двенадцатый. Несчастная царица возвратилась, разбитая горем, в фирцу, где пребывал царский двор. — И лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. Стих семнадцатый. Подумать только, что при самой маленькой доле сообразительности ее величество могла бы избежать катастрофы. Ей надо было бы пройти через город на ходулях. В этом случае она и не ступала бы ногой в городе. Но любовь материнская помешала ей подумать об этом. Здесь книга царств отсылает нас ко второй книге «Паралипоминон». Мы узнаем из нее, глава тринадцатая, что Авия, царь иудейский, сын Иераваама, воевал с Иераваамом. У Авии было четыреста тысяч отборных воинов, а Иераваам имел восемьсот тысяч также отборных воинов. И пало убитых в Израиле пятьсот тысяч человек отборных. Стих семнадцатый. Священная одним словом бойня. Наконец, Иераваам после двадцатидвухлетнего царствования «Почил с отцами своими». Третья книга царств, глава четырнадцатая, стих двадцатый. Бог-отец, уничтожив одного из сыновей Иераваама, маленького Авию, по свойственной ему библейской забывчивости, оставил в живых другого сына по имени Нават, который и унаследовал отцовский престол. Что касается Иераваама, то и он относился к Богу совсем не лучше, чем Иераваам. И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили, и устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Третья книга царств, глава четырнадцатая, стихи двадцать второй, двадцать четвертый. На пятом году царствования Иераваамова с Усаким царь египетский. Здесь Библия в первый раз называет фараона по имени. Примечание Леотоксиля. Вышел против Иерусалима и взял сокровище дома Господня и сокровище дома царского. Все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. Стихи двадцать пятый и двадцать шестой. Вот что замечает по этому поводу Вольтер. Некоторые ученые говорят, что этим Сусакимом был великий фараон Сизастриз. Другие ученые доказывают, что Сизастриз родился за тысячу лет до библейского Сусакима. А наиболее видные ученые доказывают, что и Сизастриз никогда не жил на свете. Одно соображение говорит в пользу того, что не Сизастриз разграбил Иерусалим. Это то, что он по Библии не разграбил ни Сихема, ни Ерихона, ни Самарии, ни обоих золотых тельцов, тогда как Геродот говорит, что великий Сизастриз разграбил всю землю. Равааму наследовал его сын Авиа, процарствовавший только три года, но отнюдь не терявший даром этого краткого времени. Согласно второй книге «Паралипоменон», он в одном бою убил пятьсот тысяч солдат из армии царя Израильского. И не входил уже в силу Иероваам в одни Авиа, и поразил его Господь, и он умер. Авиа же усилился, и взял себе четырнадцать жен, и родил двадцать два сына и шестнадцать дочерей. Вторая книга «Паралипоменон», глава тринадцатая, стихи двадцатый двадцать первый. Давайте-ка посчитаем. «Три года царствовал Авиа», говорит Третья книга царств, глава тринадцатая, стих второй. «Война с Иероваамом в течение первого года. Что же вы скажете, друг читатель, о двадцати двух сыновьях этого Авии, а также о его шестнадцати дочерях, то есть о тридцати восьми его детях, рожденных его четырнадцатью женами в течение двух лет? О счастливые времена, о священная плодовитость, куда-куда ты удалилась!» В третьей книге царств мы находим две любопытные справки. «Три года он, Авиа, царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Ави Солома». Глава пятнадцатая, стих второй. «Из двадцати двух сыновей Ави престол получил Аса. Он царствовал в Иерусалиме сорок один год». «Имя матери его Анна, дочь Ави Солома». Стих десятый. «Значит, отец и сын были женаты на сестрах». Как бы там ни было, престол перешел к Асе, но вследствие его малолетства иудейским царством некоторое время управляла его мать. Аса делал угодное пред отчами Господа. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала из тукана Астарты. И изрубил Аса и стукан ее, и сжег у потока кедрона. «Да, высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его». Третья книга царств, глава пятнадцатая, стихи одиннадцатый-четырнадцатый. Был ли Аса вознагражден? Сейчас увидите. В первую очередь ему предстояло бороться с вражеским нашествием, если верить второй книге «Паралипоменон», глава четырнадцатая. Да еще с каким нашествием? И было у Асы военной силой, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина триста тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука двести восемьдесят тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в тысячу тысяч, и с тремя стами колесниц, и дошел до Мореши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мореши. И поразил Господь Ефиоплян пред лицем Асы, и пред лицем Иуды. И побежали Ефиопляне, и преследовал их Аса, и народ, бывший с ним до Герара. И пали Ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, и набрали добычи великое множество. Стихи восьмой десятый, двенадцатый, тринадцатый. Этот эпизод тем более замечателен, что от Эфиопии до Иерусалима громадное расстояние. Эта армия в пятьсот восемьдесят тысяч солдат, только от двух еврейских колен, не менее чудесна, чем миллионная армия эфиопов. Спрашивается, как это царь египетский Сусаким или Сезастрис пропустил через свою территорию эти полчища варваров. Впрочем, эфиопы, может быть, переправились из Африки в Азию по воздуху. И еще одна награда была присуждена Богом Отцом его возлюбленному другу Асе. «В старости своей он был болен ногами». Третья книга царств, глава пятнадцатая, стих двадцать третий. Указание священного автора на эту болезнь в высшей степени краткое. По-видимому, эта болезнь Асы была ему не спослана лишь для увеличения его земных заслуг. Процарствовав сорок один год, он почил с отцами своими и уступил свое место сыну своему Иосафату. Посмотрим, однако, что происходило в это время в царстве Израиля. Сын Иераваама Нават «Ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот вел Израиля в грех». Стих двадцать шестой. Он процарствовал всего один год. Стихи двадцать пятый и двадцать восьмой. Заговор некого Ваасы из племени Иссахарова стоил ему жизни и трона. Конечно, Вааса объявил себя царем. Он процарствовал двадцать четыре года, в течение которых вел себя по отношению к богу Саваофу так же скверно, как Иераваам и Нават. Стихи тридцать третий и тридцать четвертый. Это, в конце концов, надоело всевышнему старику. Бог вступил в переговоры с неким Иуем и сообщил ему, что он принял решение уничтожить династию Ваасы. Этот последний, как полагается, спокойно умер в своей постели, а сын его Ила, процарствовав два года, был убит неким Замбрием. Совершив этот подвиг, Замбрий произвел еще и государственный переворот, занял трон и истребил всю семью Ваасы. Не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его, по слову Господа. Третья книга царств, глава шестнадцатая, стихи одиннадцатый-двенадцатый. Но царствование Замбрия продолжалось всего семь дней. Некто Амбрий поднял восстание против Замбрия. Этот последний, убедившись, что его роль бича Божьего исполнена, сам лишил себя жизни. Амбри же просидел на троне двенадцать лет. И купил Амбри гору Семирону Семира за два таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенным город Самариею по имени Семира владельца горы. Стих двадцать четвертый. Приблизительно в ту же эпоху уроженец Вифиля Ахилл отстроил Иерихон. Стих тридцать четвертый. Великие цари Израиля, обладавшие столь многотысячными армиями, не имели, судя по Библии, маломальски сносно устроенных городов раньше, чем были построены Самария, Иерихон и Сихем. Мы имеем здесь также еще один случай убедиться, что проклятие, некогда обрушенное на Иерихон, ни гроша не стоило, ибо ведь было предсказано, что город этот никогда не поднимется из своих развалин. Продолжение следует. Аминь.